Здравствуйте, господин президент! Спасибо, что вы нам дали возможность с вами встречаться и задавать все острые и неострые вопросы, которые не только у нас, но и у всего мира. Я бы хотел начинать с ситуации в Беларуси, если вы позволите. Два года назад начали здесь самые большие демонстрации, протест против вашей власти, все по советской истории. И после этого сотные люди были заключены в турму. Почему бы не позволить оппозиции свободной СМИ существовать в Беларуси? Оппозиция у нас существует и свободная СМИ в том числе. Мне с вами проще говорить, потому что Франц Пресс, насколько я информирован, может не совсем точно, но я так информирован, что вы люди свободолюбивые. Где-то и власть вас недолюбливала и недолюбливает, но вы держите свою линию. Поинтересовавшись вашей работой, я не заметил там антигосударственной какой-то позиции, что вы выступали против Франции, даже против Евросоюза. Я уже не говорю о других странах. Вы всегда занимали свою нишу, вы своими глазами смотрели на мир, ну и, если можно так сказать, были более-менее объективными. Вот я за такие средства массовой информации, чтобы эти принципы основные не нарушались. Но главный принцип из тех, что я перечислил, ни в коем случае не делать хуже для своей страны, не бороться против своей страны, против собственного народа. Страна раз и навсегда дается тебе, а народ не переделаешь. Ты должен соответствовать народу. Духу, традиции. Я за это. Ничего подобного наша оппозиция и средства массовой информации, которые финансировались исключительно из-за рубежа, ничего подобного наша оппозиция не представляла. В том числе и так называемые свободные средства массовой информации. Вы недавно показали то ли Лисичанский сюжет и прочее, за что вас крепко побили, критиковали, по-моему, Лисичанский. Но вы, ну, я не скажу, что уже совсем объективно, но вы близко к правде подошли. За что вас избили? Вы правду показали. И то еще не совсем. В том ключе как-то надо было показать на Западе. Но вас так прижали очень сильно. Я к чему это говорю? Что всегда есть определенные недопонимания, есть определенные конфликты, возможно, в любом государстве со средствами массовой информации. У представителей власти, гражданского, как вы говорите, общества и людей. Определенные бывают столкновения. Но с той оценкой, которая дается на Западе нашей внутриполитической ситуации, я категорически не согласен. Она заведомо направлена в нужное русло, так как это надо Западу. Ну, например, вот вам не нравится Лукашенко, значит, его можно мочить всячески. Вот вы говорите, у нас сотни заключены в тюрьмы. Ну, если уж говорить о ком-то из так называемой, так называемой оппозиции, о которой вы сказали, хотя с оппозицией это ничего общего не имеет. Это люди, выступившие против государства. Против государства, не против власти, против государства и против собственного народа. Так у нас, я даже вот не помню, чтобы даже из тех ярких бандитов, которые мятеж устроили, чтобы они были в тюрьме. Следствие идет. Идет следствие, еще суда не было. Я могу ошибаться, может быть, один-два человека и были осуждены, но я просто не припомню и не знаю таких случаев. Поэтому в тюрьмах у нас еще пока никто не содержится из-за оппозиции, как вы сказали. У Калесникова, Муж-Тихановской. По-моему, у них еще следствие не закончено. По-моему, они уже осуждены. Осуждены? Осуждены, да. Ну, извините, я сразу извинился, что я говорю, может быть, я еще не все знаю. Наверное, ну, допустим, если осуждены, открываем закон, конкретная статья, суров закон, но он закон, как во Франции говорят, по определенной статье были осуждены. Так я здесь при чем? Вы же сторонники того, что суд был независимым. Вот судей и судов независимых не бывает. Суд всегда зависим от закона. Вы не думаете, что ваши суды зависимы от того, что думают, что вы хотите? Не понял. Мои суды зависимы. Что они просто будут делать то, что вы ожидаете от них. Не знаю, что вы хотите, чтобы эти люди сели. Вы знаете, всю свою жизнь у нас президент, имея большие полномочия, координирует деятельность всех ветвей власти. Президент не принадлежит у нас какой-то конкретной ветви власти. Ни законодательной, ни исполнительной, ни судебной. Он координирует их действия. Так вот, моя координация всегда за все эти десятилетия у власти заключалась только в одном. Чтобы ни в коем случае никто не прикоснулся к решениям судов. И когда меня информируют, конечно, это контролируют, что кто-то вмешивается в деятельность судов. Не хочу приводить последний пример. Реакция жесточайшая. Поэтому совпадает мое мнение с решением судей или не совпадает судить вам, белорусскому народу. Они дадут этому оценку. Ну а потом, а почему не могут совпадать мнение президента и судей? Ну почему? Где-то они могут совпадать, где-то они не могут, могут не совпадать. Всякое бывает. Это жизнь. Но еще раз повторяю, никаких сотен, как вы, ну раньше говорили ваши сторонники, политзаключенные. Вы сейчас говорите от оппозиции. Я как-то раньше, когда мне... Есть оппозиции, есть НПОшники, как ясна, есть журналисты. Которые финансируются из-за рубежа, в основном через Польшу, Литву. И мы во всей красе сейчас видим, какую политику, к примеру, проводит Польша. И что вы хотели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша видит в своих владениях, цитирую их, в своем составе всю Беларусь. Ну если бы завтра Германия заявила, что они хотят видеть в составе Германии Францию. Какую бы вы позицию заняли? Вот я и жестко на это реагирую. Я как президент, мои основные полномочия, вы это знаете, защита суверенитета и независимость государства. Прежде всего, я это делаю. Если против этого будет бороться оппозиция, какие-то отдельные люди, или государство будет претендовать на суверенитет, независимость в Беларуси, я во весь рост встану и буду против этого бороться. Надо с оружием в руках. Вас на Западе особенно часто говорят, что вы диктатор. Что вы думаете об этой описании? И для вас какая разница между диктатурой и той системой правления, которую у вас есть здесь? Разница большая. Никакой я не диктатор. Ну а если диктатор, говорят, последний диктатор Европы, если так, то вам повезло. Я на это так реагирую. Вы встречаетесь с последним диктатором Европы. Уже такого не будет больше. Поэтому вам повезло. В этой шутке есть доля правды. Если говорить о нашей встрече. Что касается разницы между системой власти диктатуры и нашей системой власти. Вы знаете, хоть я и историк по своему первому образованию, я не могу вам охарактеризовать диктатуру. Я это знаю из средств массовой информации, из научных учебников, трудовых и прочих. Когда я стал президентом, я понял, что ни журналисты, ни политики, ни ученые так и не определили, что такое диктатура. Вот не определили и все. Но если исходить из нашего с вами понимания диктатуры, у нас, видимо, из книжек и, может, даже жизни, понимание одинаковое. И нашей системы, то разница в том, что да, согласно нашей конституции, наших законов, а конституции у нас принимались референдумом, все конституции и поправки конституции, у нас элементы авторитаризма в государстве присутствуют. То есть президент обладает большими полномочиями. Даже может быть большими, чем во Франции. Хотя конституцию, когда мы принимали на референдуме в 90-х годах, мы очень многое заимствовали у вас, французской конституции отдельная. И сейчас эти статьи сохранились. Я советую вам обратиться к нашей конституции, вы увидите много соответствующих совпадений. У Российской Федерации мы подсмотрели кое-что, у Казахстана, ну и так далее. То есть мы не создали что-то эфемерное и исключительное. Мы брали опыт других стран. Вот. Поэтому, да, у нас система власти такая более жесткая. Я даже не исключал бы слово авторитарное, но ни в коем случае не диктатура. Вы знаете, для того, чтобы диктовать от слова диктатура, я это прекрасно понимаю, и вы тоже поймете сейчас, надо иметь определенные рычаги, влияния и ресурсы. Какие у Беларуси есть ресурсы, чтобы диктовать Франции? Чтобы диктовать Польши, Литве, Латвии? Украине, России? Какие у меня ресурсы? Никаких. Поэтому и не надо говорить о том, что у нас диктатура, у нас нет фундамента этого, у нас нет основы, рычагов, у нас нет ресурсов для того, чтобы создать вот диктатуру. Если понимать, как мы понимаем диктатуру эту, то диктовать в нынешнем мире, ну, наверное, могут только Соединенные Штаты Америки. У них для этого есть все – сила, население, территория и станок печатный для печатания денег, ну, и прочее. Даже во Франции не может быть диктатуры, несмотря на то, что она ядерная держава. Я имею в виду диктатуру диктовать собственному народу. А, вы хотите сказать, не вовне, а внутри. А я не зря начал разговор с внешней ситуацией. Вы знаете, когда ты знаешь свое место в этом мире и знаешь, какому давлению ты можешь быть подвергнут, а меня и не только за это и мой народ подвергали давлению с тех пор, как первый раз приехали в Беларусь. Вы знаете, как нас тут давили и травили. Ты всегда будешь смотреть по сторонам, на внешний фактор. И тебе никто внутри страны не позволит диктовать, как это думают, я диктую. Как это думают на Западе, что вот я диктую собственному народу. Ну, что мне оправдываться перед вами? Я человек, пришедший из народа. Я часто говорю, что я случайно стал президентом. Я не знаю, почему меня тогда избрали. Не знаю. До сих пор не нахожу полного на это ответа. Но если вы веруете в Бога... Я не верю. Я не верю. Вы не верите? Спасибо, первый раз, такое искренне слышал. Но вот если бы вы верили, то можно было сослаться, что он помог. Кто его знает? Я уже тоже в свое время, будучи атеистом, я был лектором, в том числе международником и атеистом. Я уже начинаю верить. И хочу, чтобы Бог был. Понимаете, я больше хочу, чтобы он был, чтобы он рассудил сложные моменты, когда мы не понимаем вы меня, я вас. И особенно, когда мы, руководители главы государств, творим то, что мы не должны были творить. Поэтому, слушайте, ну какая диктатура? Вот вы в Минске второй раз приехали, не знаю, вчера или сегодня. Вы как опытный журналист, несмотря на свою молодость, вы, понимаете, должны были воздух вдохнуть, понюхать и почувствовать эту диктатуру. Вот я уверен, что с первого, если вы в аэропорт прилетели, вы не увидели этой диктатуры. Да, жесткая дисциплина, порядок, требовательность к органам власти. Может быть, и на народе это как-то отражается. Но только я так хочу и так считаю действию, чтобы это было лучше для людей. Ну вот, к примеру, сейчас все говорят голод, да? И я согласен, что мы очень близки от этого барьера. Голод у нас вот просто стучится. Многие голодают уже, можно было сказать, не критично. Ну как не критично, если каждые 10 секунд умирает ребенок в мире. Ну как не голод? Голод будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос, это касается крестьян, да всей страны, по уборке урожая. Надо собрать все, надо мобилизоваться. Потому что, не дай бог, голод, слушайте, вот тогда будет диктатура. И во Франции в том числе. Потому что надо народ спасти, не накормить, а спасти, чтобы люди не умерли. Да, вот, пожалуйста, можете меня за это критиковать. Но я это обосновываю тем, чтобы завтра было людям лучше. А не то, что вот мне хочется диктовать, и я тут с ума сошел, сидя в центре Европы, в небольшой относительно стране, с небольшим населением. Я что-то начинаю диктовать и еще душить собственный народ, который проголосовал за меня давным-давно. Давным-давно. И поддерживает меня до сих пор. Слушайте, ну это дикость полная. Я не такой дикарь, как вы думаете. Сказали, что вы уже во власть очень долго. Это еще надолго? Или вы собираетесь когда-нибудь отойти от власти? Ну, это будет решение моего народа. Я, может быть, давно уже бы отошел от власти, если бы определенная была ситуация в стране и за пределами ее. А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть. И многие говорят, о, так мы же неправильно поступили. А если бы его не было, что бы было? Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей. Ну, хорошо, а если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая. И интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность. Беларусь зависит очень много от российских кредитов, энергоресурсов. Теперь русские военнослужащие на вашей территории. Это не ущемляет суверенитет Беларуси? Вы знаете, на территории Европы столько военнослужащих других стран. И в том числе и во Франции они есть. Что вам даже вопрос ни о чем не задавать. Ну, я не буду называть эти страны и количество военнослужащих. У вас их десятки тысяч. Что касается, вы сказали, сейчас на территории Беларуси российские военнослужащие. На территории Беларуси российские военнослужащие были всегда. Всегда были. Настолько, насколько это нужно было нам. В том числе и мне, поскольку я их приглашал. Ни один российский военнослужащий сюда не приехал без моего приглашения или разрешения. Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция президента. Ни один военнослужащий и разведчик, контрразведчик и прочее не могут здесь быть без моего ведома. Это вы должны учесть. Что касается суверенитета. А какой суверенитет и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь? Ну, насколько вы можете принимать решение в вашем интересе и не в интерес России, когда российские войска здесь находятся, когда зависите от российских ресурсов и от российских кредитов, Ну, ситуация с вашими санкциями, дебильными, дикими, непонятно какими, показала, насколько вы зависимы от российских энергоресурсов. Вы устоявшаяся демократия, можно сказать. Вы устоявшаяся страна, нерасшлененная, которая в этих границах долго существовала. А как это вы зависите? Мы это увидели. Почему у вас такая бурная инфляция? Почему вы все время кричите о том, что вас не хватает природного газа, нефти и так далее? Вы вроде бы более независимая страна с устоявшимися уже экономическими и политическими традициями. Мы молодое государство. Мы совсем недавно были в составе одной страны. И тогда складывался наш экономический уклад, складывалась наша экономика. И с распада Советского Союза экономика эта осталась, она никуда не делась. Мы ее развивали, усовершенствовали. У нас российский рынок главным как был, так и остался. Правда, у нас уже баланс был в последние годы Евросоюз, Россия. Всегда мы от них получали газ, нефть. Других источников не было. Мы пробовали другие источники, но они оказались дорогими очень. В два раза дороже. И американские, и другие. И азербайджанскую нефть покупали. Но она всегда была дороже. Поэтому вот наша зависимость так исторически сложилась. Для того, чтобы перелопатить всю экономику, надо очень много миллиардов евро. У меня этих денег не было? Нет. И никогда не будет. Да и надо ли вообще? У нас хорошая экономика, ну такая, как в Германии по структуре. Структура нашей экономики, как в Германии. Мы машиностроительная, перерабатывающая страна. Только Германия намного огромнее экономика, большая, чем наша. А так примерно такая. Что-то похожее на Францию. Поэтому вот так вот мы развивались. То, что россияне помогают нам сегодня, ну так я не против, чтобы Франция помогла. Вы почему отказались с нами сотрудничать? Зачем вы закрыли небо свое для перелетов наших самолетов, для того, чтобы люди общались? Почему у нас было полмиллиарда в 2021 году, полмиллиарда долларов товарооборот? Притом вы нам больше продавали, чем мы вам. Что вам было плохо? Чего вы отказались от этого сотрудничества? Вот без политики давайте. Ну, насколько я понимаю, они отказались от полетов, потому что был самолет РНР, который был захвачен, чтобы задержать одного оппозиционера, который на борту этого самолета сел. И подтвердил международную авиавиа власть, не забыл, как его зовут там. ИКАУ. Да, буквально на днях, что Беларусь незаконно поступила, чтобы задерживать этот самолет, поэтому закрыли небо. На днях, вы сказали, подтвердил ИКАУ, так подтвердил? Ну, они ввели свое расследование. Да, но вы же санкции ввели против моей компании Белавиа еще, наверное, два года назад. Вы же еще оснований для этого не... Вы на второй день все в один голос, начиная от Макрона и заканчивая канцлером Германии Меркель. Вот по указке Вашингтона вы начали кричать, все, преступники такие-сякие. Вы еще фактов на столе не имели? Ну, может, опасались просто, что это будет каждый день так тебе? Ну, слушайте, я опасаюсь, что вы завтра нанесете ядерный удар по какой-то из мировых держав. Вы ядерная страна. Я опасаюсь, опасаюсь, что можете и по Беларуси нанести, поскольку у вас есть ядерное оружие. Правда опасаетесь, чтобы... Опасаюсь. Но я иду к вам и сотрудничаю для того, чтобы не было этого, понимаете? Ну, слушайте, что это за мотивация? Я испугался какой-то там в Беларуси, что они посадили самолет. Но не сбили же самолет. Не сбили. Вон, индонезийский или какой сбили самолет над Украиной. Прошло сколько? Уже пять лет. Вы там расследуете в Нидерландах и прочее. Где результаты? Так там погибло сколько людей? Я кого убил? И где этот оппозиционер Протасевич? Где он? Спокойно живет в своей стране. Он не хочет на Запад. Он повзрослел и понял, что это его земля, его страна, он живет. Уже давно ушло это все. ИКАО – это фальсификация. Мы дали оценку вчерашнему заявлению. И почему это именно сегодня появилось? Или вчера заключение ИКАО? И какое право ИКАО имеет накладывать санкции или Франция? Какое вы имеете право? Это право Организации Объединенных Наций. Так даже рекомендации такой не было. А вы и санкции наложили, нарушив международное соглашение, которое вы подписывали. Как понимать вашу демократию французскую или немецкую или американскую? Слушайте, да все вы пляшете под американскую дудку. Ну, слушайте, ну что мы юлим друг перед другом? Хотите пример? Французский пример хотите? Я вам приведу. Вы заключили с Австралией договор на производство и поставку подводных, по-моему, субмарин, атомных лодок. На 50 миллиардов долларов. Было такое? Было. Пришел дядя Сэм, сказал Австралии, мы вам поставим эти подводные лодки на 50 миллиардов, а вы нам заплатите. Ему говорят, а Франция? Плевать. И что? Что сделал Эммануэль Макрон и ядерная французская держава? Что вы сделали? Вы топчетесь на задних лапках до сих пор перед президентом США, не знаете, куда его лизнуть, извините меня за это. Что же это за суверенитет и независимость? Вот объясните, 50 миллиардов долларов контракт был. Вы даже в суд не обратились, что же вы за демократия? Вы не защитили ни страну, ни свой народ. А вы меня в чем-то упрекаете, там Россия нам что-то продает, поставляет. Слушайте, да у меня, дай бог, чтобы у Франции были такие отношения со всеми государствами, как у меня с Россией. На этих принципах. Никогда мне президент Путин или российские власти не наступили на хвост и не сказали, делай так. Никогда такого не было. Я вот вам искренне говорю, у нас действительно надежные, человеческие, братские, добрые отношения. Никто меня не давит, я ни на кого там не наступаю. Но когда россияне, вы помните, в 19-20 году нам нефть не поставим, газ не поставим, начали артачить. Я сказал, хорошо, купим у Азербайджана, у американцев покупали, у норвежцев покупали эту нефть. Поэтому вы не думайте, что я там, вот просто тут кукла какая-то, которая манипулирует с утра до вечера. Ничего подобного. Это не в моем характере и в этом нет никакой необходимости. А вы, я вам привел пример, ядерная держава, вы не испугались, ну вы просто такие, ваши власти. Французов не обижаю, ваши власти такие. Ну что тут, ничего не сделаешь с этим. Поэтому вам ли говорить о том, насколько мы зависимы от России. Кредиты, мы готовы у Франции получить кредиты. Это даже будет дешевле в нынешней ситуации. Но вы плюнули на нас, попытались ноги вытереть об меня, об мою страну, о народ. Я вам это не позволил и не позволю. С санкциями мы справимся. Ну, потеряли мы полмиллиарда долларов товарооборота с вами. Ну, Господь с вами найдем и в другом месте эти. Но это потери будут 250 миллионов долларов. Потому что все равно мы торгуем с вами. На 20% товарооборот в этом году упал, но мы все равно торгуем с вами. И будем больше торговать. Вот завтра вам народ нечем будет кормить, засуха и прочее. Я этому не радуюсь. Ну, может, мы вам что-то поставим. Мы всегда вам поставляли в Европу в целом рапсовое масло. Вместо подсолнечного там, оливкового. Европа помешана на рапсовом масле. Мы очень много производим рапса и поставляем вам, и будем поставлять. Вам нужна древесина, мебель и прочее. Вы покупали много мебели у нас. Мы и будем вам поставлять. Бизнес всегда найдет эти пути. Просто это безумство – вводить сегодня санкции в этом взаимозависимом мире. Ну, вы это делаете. Но я не думаю, что вы это не видите. Вы умный человек и опытный, прошедший через многие кризисы. Я видел вашу биографию. И вы видели в мире все. Но только я вас прошу, вы проводите политику Франс Пресс, как это было. Я почему-то с вами и согласился на интервью, когда узнал, что вы человек независимый и ваша компания независимая. Что вы можете, ну, насколько это возможно в этом мире, высказать независимую точку зрения. Поэтому, ну, что мы будем тут говорить? То есть, какая у нас диктатура, какая у вас, как у нас тут задерживали людей, как у вас, а у вас желтые жилеты. Вот мне с вами очень просто говорить. Вы мочили своих французов. Я никого не мочил. Вы нет. Власти мочили так, и это уже нельзя было скрыть. Мы это видели. Вы это показывали. А зачем вы избивали людей, которые не против власти вышли воевать, а попросили у власти, чтобы жить им было лучше? А вы их квасили, дай бог. А лошадьми, собаками травили в Голландии, Нидерландах людей. А у Польши что творилось, когда женщины вышли против абортов, выступили там и так далее за другие вещи? А почему вы, Евросоюз, Евросоюз, почему вы закапывали, убивали людей на границе с Белоруссией, беженцев, и закапывали на границе? Почему до сих пор не расследовали преступления поляков? Почему? Если вы хотите, мы вам покажем места, куда вы закапывали людей. Если позволите, я бы хотел чуть-чуть про Украину теперь говорить. Уже про Евросоюз не будем, да? Ну, это главная кризис нашего времени, это прямо у ваших границ. Ну да, вы его создали, этот кризис, это рукотворный, вами созданный кризис в Украине. Ну, теперь уже не кризис, теперь уже... Война. Война. Вы породили эту войну, это мое непросто убеждение. Я сто процентов на основании фактов это могу доказать. Вы породили и продолжаете эту войну. И Франция, в том числе, ваша. Недавно шесть установок дальнобойного орудия Цезарь, или как он называется, вы поставили. Они везут туда. Россия знает, как вы повезете эти Цезарь туда. И как только они в Украину прибудут, высокоточным оружием их накроют. Поэтому подумайте, стоит ли это делать. А то, что придет, они продадут России. Вы же знаете, две установки Цезарь, украинские власти продали России. В России на танкостроительном заводе их уже разобрали и смотрят, что там можно использовать. Это факт. Вы знаете об этом? Нет, я не знаю. Знаешь, я вижу по глазам, что знают. Нет, я не знаю. Не знаешь, ну вот тебе факт. Какая роль Беларуси в этой войне? Величайшая. Первая миротворческая. Как только начался этот конфликт, зная в целом, без деталей, что происходит и что произойдет, я целый день звонил Зеленскому и просил его, Володя, сядь, пожалуйста, за стол переговоров. Это же тебе не во вред. Ну, общайтесь. Любой мир всегда лучше самой хорошей войны. И он на это ответил. Он приехал и два или три раунда переговоры в Беларуси состоялись. И весьма успешные были раунды. Потом вы со своим заморским патроном запретили. Ну, больше Англия и США играли здесь роль. Эммануэль Макрон меньшую роль играл. Ну, и помалкивал где-то. Он не за мир выступал. Мы с ним разговаривали. У меня длительный с ним был разговор после начала этой операции российской. Вы начали пресекать всякие переговоры Украины и России. Простите, но последовательность не была такая. С начала февраля приехали десятки тысяч российских солдатов, которые с вашей территории шли на Киев. С вашей территории велись обстрелы ракетами на территории Украины. Это не миротворческий ролл, в принципе. Это вам не делает боющая сторона этого конфликта. Ну, если говорить о последовательности, как вы, Антуан, сказали, то должен вам сказать, что вы абсолютно непоследовательны. Вы вырвали из контекста событий это и дали оценку. Значит, не с этого началось. Вы у меня были 18 лет назад, то есть вы уже старожил в отношениях со мной. Но я еще больше и старожил во власти. И я это помню. Здесь, вот здесь, в этом Дворце Независимости, был подписан договор о мире. В 2014 году, в 2015 году. Помните такое событие? Если вы не помните, пресс-секретар вам покажет, где это было, где кто сидел, что делали. Как там кофе пили, сало ели и так далее. И сутки, почти сутки, лили переговоры. Когда приехали здесь представители ведущих стран Евросоюза. Вот с того началось. И даже не с этого. Началось с того, что вы в 2014 и еще раньше, по-моему, в 2014 году, совершили государственный переворот в Украине. Вы его поддерживали. Вы его финансировали, прежде всего, американцы. Ну, вы, как всегда, бежали следом за американцами. Это уже доказано. Вы свергли тогда действующего президента. Еле не убили. Он сбежал. Слава богу, что... Может, это украинский народ хотел сменить президента? Нет, это вы. Хотел народ или не хотел, до этого бы не дошло. Слушайте, ну, сейчас доказано, что вы с Грузии привезли снайперов, которые стреляли в силовиков. Там силовики что-то отвечали, не отвечали. Дрогнул президент. Сбежал. Бросил своих ребят там. Сколько погибло людей. Никто до сих пор... Те говорят, сотня, много погибло. Вы были сторонниками. Не буду говорить, уже совершили. Вы были сторонниками этого государственного переворота. Вы привели к власти своих людей. Ну и пошла чехарда. Порошенко, Зеленский. Это одного поля ягоды. Разыграли выборы. Но оттуда все началось. Порошенко подписал на моих глазах здесь договор. Святое. И если бы этот договор украинскими властями был исполнен, сегодня не было бы войны. И может быть даже и Донбасс и Луганск уже были в составе Украины. А я уверен, что были. И когда там после подписания договора трения начались, вы, наверное, забыли, когда я предложил. Ладно, я вмешаюсь. Я стану между Россией и Украиной. 400 километров граница Луганск-Донецк, которые украинцы не контролировали. Я предложил введу пограничные войска и буду контролировать. Так как договорится Путин и Порошенко. Хорошо. О многом договорились. Опять украинцы Порошенко ничего не сделали. На фоне жесточайшей коррупции, вы об этом сами говорите, что Украина самая коррумпированная страна сейчас. И тогда такая была. И вот эта каша, вы все время это поддерживали, нагнетали обстановку, вы создавали ситуацию, чтобы начать войну против России. С территории Украины. Война не началась. В 20-м году вы хотели еще и Беларусь сломать, чтобы выстроить этот поезд от Черного моря до Балтики и уже стоять у порога Москвы под Смоленском. Если бы Беларусь тогда сломали в 20-м году, натовские войска были бы уже под Смоленском. Мы сейчас видим, эти власти, представители, они у вас сидят, Тихановская там и другие. Тихановская это пацанка, она ничего не решает. Мы знаем, кто за ней стоит и кто что решает. Вы за ней стоите и ее управляете. Американцы и Евросоюз. Пляшете под дудку Америки. Если бы тогда в 20-м году мы не выстояли, здесь бы было хуже, чем в Украине. Мы выстояли. И вы поняли, что создались условия для нападения на Россию. Все, Украина готова воевать. Вы затеяли эту войну. Накануне войны правительство России, президент России обратились к вам. Вы, пожалуйста, представьте нам гарантии безопасности. Накануне войны в Украине. Вы почему не предоставили такие гарантии? Значит, вы хотели войны? Раз вы не предоставили гарантии безопасности России, извините меня, бумажку не предоставили, не подписали. Значит, вы хотели войны. И вы ее начали. Сейчас мы знаем, что если бы в 20-м году вам удалось захватить Беларусь, то война началась бы против России с Украины. Там повод был. Донбасс, Донецк, Луганск захвачены. Россию освобождаем. Оттуда начало войны. А Беларусь должна была, под сапогом НАТО находясь, также выступить против России. На два фронта России пришлось бы вести войну. Не получилось. Ну, вы... Так что все вина лежит исключительно на Западе? Нет, я дошел до вашего пункта, когда вы сказали, что ввели войска. Вопросы безопасности. Учения проводить в Беларуси были запланированы давно. И мы их провели. И в этот момент идут учения, они закончились, разворачивалась как раз вот эта каша, когда Россия просила, требовала от вас, дайте гарантии безопасности. Вы не дали. Но Россия начала выводить войска. У нас было больше, под 40 тысяч на учениях российских войск. Они начали выводить. Они половину уже войск вывели. Что сделали украинцы? Если вы не знаете, я вам напомню. Четыре дивизиона на границе с нашей республикой украинцы развернули и нацелились для нанесения удара по российским объектам, которые были на учениях, и по белорусским. Первым, что было сделано, россияне своими средствами с территории Беларуси подавили эти четыре точки. Я об этом говорил, украинцы это не опровергают. Так у нас есть факты, снимки, фотографии, откуда, где были расположены. С этого операция началась. И то, что россияне 20 тысяч еще не успели вывести, эти 20 тысяч, которые были у нас на учениях, повернули в Украину, вот будете в России, вы часто там, вы постоянно там, задайте этот вопрос военным России. Это не мои войска. Это их право, куда их выводить? В Россию или в Украину? Они вывели туда. Но вы не подумайте, что я оправдываюсь. Я являюсь участником этой операции, которую проводит Россия в Украине. Я действительно поддерживаю Россию. И не только потому, что мы, у нас союз с Россией, и не только потому, что мы юридически это обязаны делать. Мы же договор с Россией заключили о создании единой группировки войск на западном направлении, вот здесь, в Беларуси. Основой которой является белорусская армия. Это давно известно. Это наша доктрина. Не только поэтому. А потому, что мы видели причину этой войны. Причина в том, что вы, если бы Россия не опередила вас, натовцу, вы бы нанесли, организовались и нанесли против нее удар. Я в это верю. И российские войска в это верят. И Россия в это верит. И так было бы. Поэтому с территории Беларуси действительно российские войска зашли в Украину, в направлении Киева. И они продвинулись прямо под Киев, в 20 километрах. А некоторые уже на окраине стояли. И тогда я просил Зеленского сядьте за стол переговоров. Давайте договоримся. Давайте прекратим эту войну. Но. Джо Байден и Макрон и Меркель тогда. Все побежали следом. Нет. А этот Кучеравый с Великобритании Джонсон, бывший премьер, он был мотором всего этого. Он выполнял все указания. Ездил туда это делал. Он снимал Бучу. Провокацию в Буче делали англичане. Мы это отфиксировали и номера машин передали журналисту. Мы передали это россиянам. И они сегодня об этом говорят. Это были провокации, провокации. И все после начала операции в феврале месяце подтверждает то, что вы, натовцы, американцы, хотели этой войны. И если бы Путин не начал эту операцию, о чем вы сказали, вы бы ее начали, но уже организовавши. Он просто вас немножко опередил. Такая позиция России и беларуси. Я в это время, вы же не скажете, что наши войска там воюют. Нет. Там ни одного солдата нашего нет. Я закрыл западную границу и юго-западную под Брестом, чтобы вы, натовские войска, прежде всего поляки, толкая американцам, не ударили в спину русским. Я этого допустить не могу. У нас же договор. Вы же пляшете под дудку Америки, а меня упрекаете в том, что я поддерживаю Россию. Так я один поддерживаю Россию. А вас там пять десятков стран, которые поддерживают Украину. Вы меня упрекаете, что я агрессор. А вы кто? Вы же туда оружие поставляете. Ваши наемники, наемников там 20 тысяч перевернуло. Всего 20 тысяч. В том числе и с Францией. Простите, ну тогда... Так вы агрессор или нет? Я не агрессор. Вы не агрессор? Я журналист. А Франция? Я не считаю, что Франция начала каких-то боевых действий. Нет, вы агрессор, французы и американцы, поляки или нет? Я не думаю, что в Украине в этой войне НАТО или западные страны агрессора. Я не думаю... Вы самая настоящая агрессор. А почему меня считаете агрессором? Я же там не воюю. Я вам не сказал, что вы агрессор. Я задавал вопрос. Нет. Следующий вопрос... Подождите. Вы представляете западные СМИ. Они все, Наталья Николаевна, пишут, что мы со-агрессоры. Я спрашиваю у вас, как у представителя западных СМИ, допустим, где вы видите факты нашей агрессии в Украине? Мы же там не воюем. Оружие мы не поставляем России. Мы своих солдат туда не завели. А вы? Нет, я говорю, от нашей территории русская армия напала на Украину. Я вам объяснил, куда 20 тысяч солдат вывела Российская Федерация. В Украину. Потому что вы готовы были нанести удар по территории Белоруссии, по объектам России. Я же вам назвал четыре точки. Хотите? Я вам факты предоставлю. Хотя они уже обнародованы. Так что вы, хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем? Зачем вы нацелились против нас? И мы сейчас видим, что по нам бы нанесли эти удары. Даже там несколько, там две позиции, по-моему, была точка У. А это 120 с лишним километров. И потом украинцы точкой У бомбили. И бомбят. И нас бы ударили. Поэтому россияне наносили удар своими ракетами, по-моему, Искандерами, я не помню, для того, чтобы обезопасить свои подразделения. И тогда они ввели 20 тысяч своих ребят в войск с территории Беларуси, которые были на учениях. Это восточный округ. Даже не западный. Это он с Иркутска и Дальнего Востока вооруженные силы были. Не лучше подготовлены, чем западные. И они вынуждены были их везти туда. Вот почему с нашей территории. Но это не значит, еще раз говорю, что я оправдываюсь. Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО, не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете. Ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще больше агрессоры, чем я. Ну, слушайте, ну давайте уже исходить из одинаковых принципов и критериев. Вы больше агрессоры НАТОвцы, чем Беларусь. А мы, мы до сих пор говорим, да, мы участвуем в операции. Но каким образом? Мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. А мы людей не убиваем. Тогда позвольте еще такой вопрос. Вот ваша поддержка, как вы сами говорите, и России тотальная. Какая? Что? Вы поддерживаете Россию во всех этих событиях. Нет. Какая же тотальная? Мы же не воюем. Ну, вам попросили воевать? Меня? Да. Никогда. Никогда. Так что была вся эта поддержка. Но вы никогда не признали ни Крым, ни так называемых республик Донецка и Луганска. Почему? Не было необходимости. Никакой необходимости. Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму надо, Луганску, Донецку, будет продовольствие, кирпич, цемент восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Никакой помогать. Это же все за деньги делается. Но вы не собираетесь никогда не признавать эти... Надо будет признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Ну, какой смысл сегодня признаю я там публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем. Так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части. Вы, по-моему, Киевскую область хотите восстанавливать, французы. То есть вы уже поделили Украину и будете восстанавливать. Ну, а я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем. Мы это не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым и Луганский, Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем. А это все болтовня. Почему там Лукашенко признал, не признал? Ну, подписал. Надо признаем указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно. Точно так, как говорят, вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет. Слушайте, ну, допустим, я подключился бы к этой операции России в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас. Поэтому зачем нам влазить в Украину и вести там какие-то военные действия? Мы к тому, что есть, ничего не добавим. Точно так Луганский и Крым. И я не могу не заметить, что вы называете это война, слово, для которого в России вели уголовное ответственность. Уже говорят и война в России. Говорят. И не специальная военная операция. Кто так, кто это говорит. Даже где-то президент России сказал, да, говорит, это реальная война. Поэтому я тут тоже не оригинальный. Владимир Путин, насколько я знаю, он никогда не произнес слово война. Недавно, по-моему, он уже сказал, что фактически война идет. Да, я тонкости, нюансы понимаю и согласен, что это еще не война. Хотя мы ее называем войной. Почему? Потому что, как недавно сказал Путин, по-настоящему Россия там еще не война. Россия так еще до середины не дошла по качеству ведения войны. Потому что то, что то оружие, которое есть у России, я не говорю даже о ядерном оружии. Но то, которое есть у России, это оружие страшное. А Россия его не применяла. Я это оружие видел, знаю, я погружен в это, хорошо знаю. Поэтому там еще той войны нет, которая могла бы быть со стороны России. К примеру, Украина объявила уже несколько раз мобилизацию. Сейчас уже женщин поставили на учет. Старики уже на учете, готовы призвать их на войну. Россия мобилизацию не объявляла. Она воюет теми регулярными войсками, которые у нее есть. И то, контрактниками. А как вам кажется, как закончится теперь эта война? Это все зависит от Украины. У Украины, вот сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить. На более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Ну как? Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить эту войну? Сесть за стол переговором и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация там и прочее, это философия. Поверьте, эта философия главная в безопасности России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатство России, не отступится от этого. Дайте гарантии, помогите Киеву. Киев даст эти гарантии, если вы согласитесь, натовцы и американцы, что с территории Украины никогда не будет угрозы российской территории. Не надо Украине, РСЗО, там, противовоздушная оборона, которая бьет на 200-300 километров, 500 километров. Не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украины. Ну какая Украина? Там еще будут Херсон, Донецк, Луганск. Слушайте, это уже не обсуждается. Это можно было говорить в феврале-марте месяце об этом. Понимаете? Когда, а там сейчас Херсон, Херсонская, Южнее, забыл область, и прочее. Запорожье. Запорожье, Херсонская, Донецк, Луганск. Это же не обсуждается. Там живут русские люди, которых гнобили, украинцы гнобили, гнобили. А зачем? Я же поляков сейчас не наказываю за ту политику, которая проводит Польша в отношении нас. Я всегда говорю, у нас есть поляки этнические. Но это мои поляки. Они имеют все права, как белорусы. Мы их любим, уважаем и ценим. Но и они себя ведут достойно в основном. Поэтому зачем тогда было русский язык запрещать? Зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводил Порошенко-Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне. Ну вот вы полиглот, вы там французский, немецкий язык, насколько я знаю, владеете, и русский. Но вам же никто не запрещал разговаривать на русском языке и выучить русский язык. А украинцам хотели запретить. Ну зачем? Ну пусть бы они взяли нашу политику. Не надо было, как у нас, делать русский государственным языком. Если бы они это сделали, войны бы не было никогда. Ну хотя бы не душили людей за то, что они разговаривают на русском языке. Они же этого не сделали. То есть там были внутренние уже причины для того, чтобы Россия поставила, грубо говоря, Украину на место. Зачем бы оскорбляли власть в России? Зачем бы президента Путина оскорбляли постоянно? Украинцы. Зачем? Ну чем Зеленский лучше Путина, скажите мне? Ну я же не... У нас в стране даже, как вы говорите, оппозиция, даже бешеные, которые воевали в 20-м году против народа, они никогда не говорили, что Путин такой, Путин всякой. Ну зачем? Это же человек. Когда Байден упал на трапе самолета, поднимался по трапу, упал, знаете, у нас в Беларуси никто над этим не смеялся. Ну всякое бывает, я понимаю, что, ну, бежал человек, упал, не надо было бежать. Ну, споткнулся и споткнулся. А вы что творили? И творите против Путина. Зачем вы его демонизируете? Зачем вы его оскорбляете? Макрона ведь они так не критиковали, хотя было за что. Ну, такой, чем мы все люди разные, есть за что критиковать. А вы, начиная от русского языка и заканчивая президентом России, украинцы, вы его не просто демонизировали, вы издевались над ним. Вы разные фейки вбрасывали, домыслы и прочее. То есть это тоже нехороший фон. Может, это не причина для операции, но фон нехороший. И главное, что не было гарантии безопасности с территории Украины для России. Потому что вам нужна была натовцам и американцам война, и вы делали все до мелочей, чтобы эту ситуацию создать, чтобы подтолкнуть к этому. Создается все равно впечатление и в речи Путина, и в событии последние годы, что он мечтает о каком-то славянском государстве, объединявшем их. Это я. Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Русского. Это я всегда с 90-х годов, как вы у нас были, говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и славян, поляков, словаков, болгар и прочее. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком пан-славянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали. Понятно. Ну, вы выезжали, и другой вопрос, вы выезжали в Россию очень часто, даже во время, в полном разгаре пандемии. Выезжал, выезжаю и буду выезжать в ближайшее время. Вот завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним. Столько, сколько нам надо. У нас такой уровень отношений, что никакого разрешения для того, чтобы мне в Россию поехать не надо. Вам не смешает, что он очень редко сюда приезжает? Нет, нет. Нет, последний раз я был инициатором того, чтобы не ехать в Гродно на форум региону. Он уже собрался ехать. Я обосновал ситуацию и привел факторы определенные. Не потому, что мы там кого-то боимся. Нет, что мы в Беларуси встретимся в другое время. Это я был инициатором, не он. Он собрался ехать. Ну, слушайте, я бываю в России, это совсем недалеко. У них немножко, это близкая мне родная страна, родная. Я человек из того мира, я жил в том мире, когда Москва была столицей моей страны. Поэтому я с удовольствием туда проезжаю. В России столько интересного. Такая красотища, которую я не видел. Я хочу это посмотреть. Вот он мне предлагает, поезжай на Алтай, поезжай на Байкал, на Камчатку, побудь там, посмотри. Для меня Россия открыта, мне это очень интересно. Он Беларусь знает каждый метр. Он Питер родился, это копия Беларуси. Вот Ленинградская область, это копия Беларуси. Он знает Беларусь и все. Поэтому здесь нет чего-то, что я туда проезжаю, а он сюда не едет почему-то. Но у них еще особенность с этой пандемией была. Два года и до сих пор, вы знаете, нашу открытость в этой ситуации, а Россия была более закрыта здесь. Поэтому было принято решение Совета Безопасности, чтобы президент так-то поаккуратнее себя вел. Вот, допустим, в Китае Политбюро приняло решение Синдзиньпину вот так-так вести себя. Ни туда, ни сюда не ехать и так далее. И два года Синдзиньпин исполнял это решение. Точно так и в России предостерегли президента. Вот ты должен себя вести таким образом. И Путин человек исполнительный. Он это делает. Ну, сейчас это уже, вы видите, практически уходит. Поэтому эта вот особенность тоже была такая. У меня несколько по-другому. На последней вашей встрече было объявлено, что скоро появятся в Беларуси скандеры и самолеты, способные на нощение ядерного оружия. Нет, у нас эти самолеты есть. Нет, ну они будут... Надо просто приспособить эти самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие в ответ на то, что делают американцы. Они тренируют немцев и другие страны подготовили самолеты и тренируют. Но вы хотите, чтобы были российские ядерные оружия на вашей территории? Нам достаточно, что ядерного оружия в России, что оно есть в России. Если надо, Россия по договору будет защищать Беларусь как свою территорию. У нас такой договор. Поэтому, если нужно применить ядерное оружие, не дай бог, конечно, чтобы это было, потому что это конец планеты, то оно будет применено как Франции, так и России. Поэтому территория Беларуси защищена Российской Федерацией согласно нашего договора. Что угодно. Человек спрашивает, я отвечаю. Поэтому одно дело, мое желание, я знаю, и вы не хотите, я вообще противник ядерного оружия. Категорический противник, его надо полностью в мире уничтожить. И мир будет спокойнее спать. Но сейчас есть, кроме ядерного оружия, биологическое, вы видите, что творится, кибероружие. Это, понимаете, это еще страшнее, чем ядерное оружие. Поэтому нам ядерное оружие не надо. Но если вы, натовцы, американцы, вас там тренируют летать на самолетах, способных нести ядерные бомбы и заряды, ну а почему мы не должны к этому готовиться? Вот мы и договорились, что мы дооборудуем наши самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. Но мы это и сами можем сделать. У нас есть авиационные заводы, которые способны по российским технологиям переоборудовать. Там сложностей никаких нет. И как мне военные сказали, это вопрос нескольких месяцев. Но Путин, вы слышали, сказал, что они могут нам помочь и будем тренироваться. Вы перестанете, натовцы, это делать, американцы. Мы этого не будем делать. Нам это не надо. Мы не хотим быть театром военных действий. Чтобы вы с Россией на нашей территории столкнулись и воевали. А так было всегда. Первая мировая, Вторая мировая война. Так всегда было. Мы этого не хотим. Если позволите, последний вопрос. Вы смотрите на будущее сейчас с оптимизмом? Или вещи могут становиться... Да, я смотрю с оптимизмом, потому что у меня, как и у вас, есть дети. Я не могу не быть оптимистом. Я хочу, чтобы наши дети жили не так, как мы даже. А жили лучше. Вот основа моего оптимизма. Так что все закончится хорошо? Если вы этого захотите, закончится хорошо и для вас даже неожиданно быстро. Воспользуйтесь этим моментом. Натовцы, американцы, особенно европейцы. Слушайте, ну зачем вы в Европе поставили в такое положение своих людей? Французов, немцев и других. Ну зачем? Ну давайте жить мирно. Вы представляете, однажды высказал шальную мысль. Вот если бы вы, европейцы, были дружны с нами, с белорусами, россиянами, альянс, он бы был экономически, финансово, технологически, в военном отношении, непобедим. Мы бы не воевали против кого-то ни было. Огромные ресурсы, территория на востоке и высочайшие технологии на западе у вас, у немцев и так далее. Вот где ваше счастье. Ну, вы не можете эту политику проводить, вам не дают. Вот сейчас евро упало до уровня доллара, американцам уже хорошо. Ну неужели вы этого не видите? Вы все видите, все понимаете. Ну, нет Деголя, даже Ширака, даже нет Коля, даже Меркель нет. Посмотрите, что творится в Великобритании. В Италии какую-то возню затеяли. Ну, слава богу, там Маруа Драги удержался. Ну, вы видите, что происходит. Что происходит в восточноевропейских странах, типа Польша, Литва, Латвия. Там же властям доверяют 15-20%. И если честно пройдут выборы, просто нынешние Дуды, Моровецкие будут сметены. И так и будет. Ну, зачем вы усложняете эту жизнь? Ну, давайте жить дружно. Давайте, мы к этому готовы. Тем более Россия. России ничего не надо, у нее все есть. Ей надо мир, спокойствие, торговать. Ей надо продать газ, а вам надо купить. Зачем вы блокируете? Покупайте этот газ, платите. Зачем вы санкции вводите? Ну, невозможно миллиарду человек, у вас миллиард, который вводит санкции, против 6-7 миллиардов ввести санкции. Невозможно. Вы же подтолкнули мир к тому, что он будет другим, не в вашу пользу. Вы что думаете, в Иране просто так собрались? Иран, Россия и Турция? Натовская страна? Нет. А Индия, Китай? Они же не поддерживают вас. Им войнушка не нужна. Даже Южной, не говоря о Северной Корее. Даже японцам. Им это не надо. Они наелись этих войн. Они хотят в мире жить. Зачем вы взбудоражили весь мир? Не нужно это делать. Надо остановиться, договориться, закончить эту катавасию, операцию и войну в Украине. Давайте остановимся. А дальше разберемся, как жить. Может, придет время на нашем с вами веку, что люди не будут считаться даже с границами. К этому все шло. Свободно перемещались, границы условностью были. Поэтому давайте остановимся. Не надо идти дальше. Дальше пропасть. С ядерной войной. Не надо к этому идти. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что приехали. Ну, извините за мои ответы. Какие вопросы? Да нет. Какие ответы? Конечно. Вы задавали жесткие вопросы. Конечно. Я на них ответил. Может быть, несколько жестковато. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...